Алтайский педагогический вуз Российские, советские, бывшие и нынешние десантники сегодня отмечают День ВДВ Порыв на магистральной теплосети в Барнауле оставил без горячей воды больше сотни многоквартирных домов Однако отключение не должно продлиться дольше сегодняшнего дня По сообщению специалистов СГК, поврежденный участок на теплосети диаметром 400 мм уже вырезали Заменить предстоит почти 5 метров трубы Для ускорения процесса будет второй сварщик на этом участке Чтобы оперативно с двух сторон обварить и постараться к 20 часам, может быть, 21 запустить данных потребителей Еще одна крупная авария случилась в Барнауле накануне В результате ДТП строительный кран снес газовый узел на проспекте Космонавтов, повредив газопровод Для аварийно-восстановительных работ пришлось перекрыть газораспределительную станцию номер 1 в районе села Ганьба В настоящее время движение транспорта по проспекту Космонавтов и улицы Солнечная Поляна открыто, а завершить ремонтные работы должны к этому вечеру Готовность путепровода на новом рынке в Барнауле на сегодняшний день составляет 75% Второй раз за лето важнейший для горожан объект, завершение строительства которого ждет практически каждый барнаулец Осмотрел губернатор региона Виктор Томенко Он пообщался с руководством города, подрядчиком и ребятами из строительного отряда, которые работают на объекте Подробности в сюжете С последнего визита на объект многое поменялось и визуально, и объемно Сегодня у нас освоение с учетом выданного аванса 1,3 млрд. уже составляет непосредственно выполненных работ на миллиард Застройщик Николай Данилин докладывает губернатору, который был здесь два месяца назад, о ходе строительства важнейшего для Барнаула объекта Стройка началась еще весной прошлого года, ради нее пришлось менять движение общественного транспорта, автобусов, троллейбусов, переносить трамвайные пути Горожане уже привыкли к определенным неудобствам, но с нетерпением ждут завершения работ, которые, к слову, идут по плану И сейчас объект даже визуально близок к завершению Есть у нас контракт, с которым мы сегодня работаем, понятно, объект непростой, сложный, очень сложно дается работа с проектировщиком, но и все-таки Движение мы обязуемся открыть согласно контракту Конец ноября Да, это конец ноября Сейчас лето, и строительству практически ничего не мешает, погода вполне комфортная для работы Губернатор поинтересовался, придется ли корректировать планы, когда сезон сменится на осенний Температура начнет снижаться, дожди пойдут, это как-то влияет Вот для нас самое основное сейчас, чтобы мы все-таки в октябре закончили полностью асфальтирование В октябре, я думаю, мы все-таки закончим На строительстве путепровода летом работают и бойцы студенческого отряда «Скифа» Виктор Томенко пообщался с ребятами, которые считают, что работа на объектах такого масштаба – настоящая школа жизни Будете проезжать уже зимой, я думаю, или проходите, будете видеть, мой вклад здесь есть Это самый популярный вопрос всех наших друзей и знакомых Они знают, что мы работаем здесь, и главный вопрос – когда уже доделаете мост? Говорю, работаем как можем Когда мы уже все везде объявили, нам сейчас, наверное, главное донести мысль о том, что на сегодняшний день Вот на сегодняшний день, сегодня что у нас, 2 августа, у нас нет срывов, у нас нет сбоев 75% объемов у нас уже выполнено Напомню, стоимость путепровода – 2 миллиарда рублей Его строят благодаря привлечению инфраструктурного бюджетного кредита, который выделил федеральный центр И сегодня же Виктор Томенко сообщил о выделении 140 миллионов рублей на ремонт дорог в 8 муниципалитетах края Средства получат Белокуриха, Ельцовка, Залесова, Бийск, Заринск, Алтайские и Зменогорские районы Но что касается строительства путепровода, губернатор поблагодарил Барнаульцев за терпение И пообещал, что ответственные сделают все возможное, чтобы горожанам не пришлось терпеть неудобства дольше, чем запланировано Татьяна Голубева, день с толком Алтайский педагогический университет вошел в состав учредителей ассоциаций русских школ за рубежом Документы о создании сообщества были подписаны в рамках форума «Россия-Африка», который проходил в конце июля в Санкт-Петербурге Помимо нашего университета, учредителями ассоциаций стали еще два вуза Сообщество создали для содействия изучению русского языка в разных странах мира, как средство международного сотрудничества Вступить в него могут образовательные или общественные организации, которые ведут свою деятельность на русском языке Одними из первых представителей ассоциации станут российско-таджикские школы, которые сопровождает Алтайский педагогический университет Основная задача – это координация работы школ в целом, координация работы педагогических коллективов Это унификация подходов, образовательных подходов методологических, методических к продвижению русского языка И создание такого образовательного пространства, где обучение будет вестись на русском языке и по российским образовательным стандартам Помимо Таджикистана, школы, где изучают русский язык, существуют в Туркмении и Узбекистане, на очереди Кыргызстан Наш педагогический вуз пока сопровождает несколько таджикских школ А скоро будет курировать и Центр открытого образования на русском языке, который создается в столице Афганистана на базе Кабульского политехнического университета Соглашение об открытии центра подписали еще в июне этого года Тельняшки и голубые береты заполнили сегодня все города-края В регионе, как и во всей России, праздновали День ВДВ В Барнауле бойцы крылатой пехоты свой профессиональный праздник по традиции отгуляли с душой Подробности далее Мы отмечаем День образования Воздушно-десантных войск России! Территория Барнаульской спички сегодня окрашена в цвет неба Все от мала до велика в тельняшках и голубых беретах Российские и советские, нынешние и бывшие десантники собрались, чтобы отметить 93-ю годовщину образования элитных войск На всю жизнь потом несешь это звание десантника И я горжусь, что я служил в ВДВ Я очень горжусь своим мужем, что жена десантника Каждый год сюда приезжаем С детьми всегда? Да, с детьми всегда Семейный праздник у нас теперь Слова поздравлений от официальных лиц, приветственные телеграммы и противоречивые чувства присутствующих Десантники скорбят, вспоминая погибших сослуживцев и радуются, встречаясь с боевыми товарищами Это действительно святой праздник Для каждого десантника есть 2 августа и еще день рождения На 2 августа больше друзей собирается, чем на день рождения Поздравить голубые береты приехали и представители других армейских подразделений Так старший прапорщик в отставке погранвойск ФСБ, командир группы А сегодня руководитель военно-патриотического клуба Марина Зеленкина Воспитала не одно поколение будущих бойцов, в том числе десантников Говорит, на себе убедилась Им присущи не только мощь и отвага, но и порядочность, дисциплина В армии, когда приходит молодежь, и когда командир представляет, что вы сейчас переходите под командование старшего прапорщика Зеленкиной Начинается усмешка, о, что, баба Ну, через буквально 2-3 дня это проходит Сегодняшние десантники принимают непосредственное участие в решении задач по защите интересов Родины Как и многие поколения до них, они проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер В Барнауле десантура свой праздник отмечала весь день Как сами про себя говорят голубые береты Мы драться умеем, как черти, дружим навеки, а гуляем всегда от души Туры для алтайских школьников могут появиться в ближайшее время На организацию таких путешествий операторам выделят бюджетные деньги Правда, для этого нужно разработать такой туристический маршрут, который будет отвечать определенным критериям 5 миллионов рублей из федерального бюджета нашему краю выделили по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» Деньги распределяют туроператорам, которые предложат лучшие путешествия для школьников с 5 по 9 классы Обязательные условия – путешествие должно длиться не меньше одного дня А в программе тура должно быть не меньше трех познавательно-образовательных мероприятий Это экскурсии, квесты, мастер-классы Заявки от туроператоров принимает Управление по развитию туризма края срок до 9 августа Добавим, для самих школьников путешествия будут бесплатными, они получат социальные сертификаты Продолжим Она мечтала познакомиться с Павлом Волей и побывать в Диснейленде Первое желание сбылось, исполнение второго еще впереди Жительница Бийска Анастасия Балахнина приняла участие в реалити-шоу с Павлом Волей и Лисан Утяшевой «Выжить в Дубае» Мы вот здесь, на этом переходе, получается, у нас был этот гранд люкс 500 квадратных метров 500 квадратных метров, в туалетках вся наша однушка Впечатления о роскошном отеле и о городе в пустыне зашкаливают Менеджер по продажам из Бийска Анастасия Балахнина приняла участие в шоу канала ТНТ «Выжить в Дубае», где народные и звездные команды борются за главный приз – 10 миллионов рублей Анастасия давно мечтала участвовать в одном проекте со своим кумиром Павлом Волей В 2019 году я написала список желаний из серии «Никогда не может быть» и не про меня И вот там я написала «Хочу работать в проекте с Пашей Волей» в 2019 году Так вот, подходим к самому интересному Пролистываю ленту и вижу сообщение, где Паша говорит «Если ты никогда не был за границей, даже если у тебя нет паспорта за гранд, мы ждем тебя» И мне такое было ощущение, что он прямо мне это говорил Увидела, заполнила анкету, записала видео-визитку, на следующий день ей перезвонили, пригласили на следующий этап А через две недели жительница Бийска уже очутилась в арабской сказке, причем впервые за границей Ну город, ребята, город, это сказка, это действительно какая-то восточная сказка Вот было ощущение, что сейчас откуда-то вылетит Аладдин со своей этой жасмин И вот прям реально, ну настолько все чисто, аккуратно Самое сложное не испытание, а палящее солнце Температура воздуха прогревалась почти до 50 градусов В такую жару звезды и народники проходили соревнования, нервы были на пределе В какой-то момент девушка нелестно выразилась в адрес телеведущего Давы За такую невольно брошенную фразу на Анастасию обрушился хейт Он продолжается и по сегодняшний день Писали, знаете, такую фразу, что какая ты негативная, при этом оскорбляя меня Я анализировала эту ситуацию, мы когда смотрим телевизор, мы в ком-то видим себя И те люди, которые негативили в мою сторону, в них есть эта черта, им просто плохо и тяжело это перенести Дава, к слову, зла не держит, рассказывает Анастасия И добавляет, что это лишь одна фраза, которая совсем не показатель На сегодняшний день вышло пять серий знойного проекта Но после третьей Анастасии пришлось покинуть проект Собственная команда поменяла ее на более сильного участника Несправедливое ощущение было Я не успела показать, на что я способна Возможно бы я выиграла Сегодня Анастасия счастливая жена, мама двоих детей Ее узнают на улице, к ней прикованы объективы теле и фотокамер И пусть ей не удалось победить в реалити-шоу и потратить выигрыш на мечту детства Поездку в Диснейленд Она безмерно рада, что восточная сказка с ней все-таки случилась Я это сделала! Ирина Корчегина, Валентина Аскерова, Андрей Сегаев, День с толком В проекте, в котором участвовала бейчанка, достаточно соревнований Чтобы попасть в подобное реалити-шоу и рассчитывать на победу Нужно дружить со спортом А значит, постоянно тренироваться Мы решили узнать у барнаульцев, есть ли спорт в их жизни Где они предпочитают заниматься И чего им не хватает в городе для ведения здорового образа жизни Какими видами спорта вы занимаетесь, либо хотели бы в перспективе заниматься? Ну, баскетболом занимался и занимаюсь А здесь где занимаетесь? Ну, на площадке, за домом, там хорошая площадка Собираются люди, даже чат есть общедомовой Все, списываются, приходят в определенное время и играют в баскетбол Мы с огородом дружим Свежий воздух И на огороде свежий воздух Там тоже позанимаешься гимнастикой И на ростушку, и на подтяжку, и на все на свете У меня, знаете, у меня работы хватает Вот этого физкультуры на работе Работу на АВЗ И там каждый день физкультура Каждый день А что делаете? Ну, кидаем, бросаем, считаем Каждую деталь Вот тебе физкультура Как говорят, чем ближе взял, дальше кинул Никаким не занимаюсь А каким, может быть, хотели бы? Болейбол, баскетбол, что-нибудь А что останавливает? Времени не хватает на это Дорожек нету беговых Не сильно грозит в этом плане у нас город Вот, и, наверное, беговые дорожки нужны Велодорожки очень нужны Чтобы заниматься спортом В Азербродов желательно пошире дорожки Да, велодорожки пошире Потому что там одна дорожка разделена на две части Одна для пешеходов, вторая для велосипедистов И они обе узкие Там не могут разминуться люди Что в Барнаулу не хватает, чтобы он был более развит спортивно? Ну, я думаю, стадионов не хватает И побольше бы площадок футбольных, хоккейных И к новостям спорта Футболисты спортивной школы Алексея Смертина Алтай Продолжают свое выступление в юношеской футбольной лиге Это их первый сезон в рамках лиги И стабильно он не проходит Чем закончилась очередная встреча с омской командой «Иртыш» Расскажет Дмитрий Дроздов Сфокусировались на игроках, но забыли про мяч Именно так свою игру в 13-м туре юношеской футбольной лиги начал омский «Иртыш» Алтайские парни взяли контроль игры под себя Правда, полностью реализовать это преимущество у хозяев не вышло В первом тайме в Барнаульце забили только один гол Я считаю, что при 1-0 в первом тайме реализую еще хотя бы один момент из 3-4 Я думаю, результат мог быть совершенно другим Это уже вторая встреча со мячами Первая завершилась умопомрачительной победой 8-0 Но сезон нельзя назвать стабильным Есть и победы, и глупые поражения У тренерского штаба Алтая небольшие вопросы к нападающим Мало ударов по воротам Но, отмечаясь, с каждой игрой парни растут Но не забиваешь ты, забивают тебе Грубая ошибка защитника Алтая и игрок «Иртыша» воспользовался ситуацией Ну, ничего, все ошибаются Это рабочий момент Мы справимся и будем идти дальше Правильный настрой, грамотная замена от тренерского штаба И 6 минут спустя Алтай вновь забивает Планировали как бы играть в комбинационный футбол Больше с контролем мяча Понятно, что мы с соперником в первом кругу встречались И проиграли обидно 08 у себя дома Сейчас хотели реабилитироваться И как бы, ну, не все получилось Но много нереализованных моментов А так ребята сегодня старались играть в пас В итоге победа далась тяжело 2-1 в пользу Алтая Серия домашних игр у барнаульской дружины продолжится Красно-белые выйдут на очередную игру 9 августа против Кузбасса А пока стоит разобрать ошибки Ведь они расположили Алтай на седьмом месте турнирной таблицы из 11 Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов День с толком А на этом у меня все Телефон нашей редакции 205-545 Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза – компания «Эвалар» До встречи Субтитры создавал DimaTorzok